В данном видеоролике я хочу рассказать вам про Петроглифы Чечни. Наиболее полно эту тему осветил известный ученый, историк Леча Ильясов в своей книге «Петроглифы Чечни». Я хочу показать вам эту книгу. Вот так она выглядит. Книга издана в 2014 году в городе Грозном. И хочу вам процитировать несколько строк из аннотации к данной книге. Монография Леча Ильясова, историка-этнолога, автора книг по чеченской истории и культуре, посвящена описанию и классификации Петроглифов Чечни. В ней представлены фотографии и копии более 200 Петроглифов, обнаруженных на камнях средневековых архитектурных построек. История, функциональные особенности, семантика Петроглифов рассматриваются автором во взаимосвязи с древними археологическими культурами и средневековой чеченской архитектурой. Книга представляет большой интерес для ученых, студентов, всех, кто интересуется древней историей Кавказа. Здесь очень красивые иллюстрации. Вот такие вот примерно иллюстрации. Вот. Башни тоже изображены. Различные петроглифы. Еще хочу показать вам. Вот такие вот кресты там, пример, и так далее. Ну, если вкратце говорить о данной теме, то хочу сказать вам о том, что же такое петроглифы. Петроглифы – это различные магические знаки на башнях и склепах горной Чечни. Они встречаются в восточной Чечне на границе с Дагестаном. Также они встречаются на башнях в Иргунском ущелье. Также встречаются в западне, в Нашхе. Это, кстати говоря, историческая прародина чеченцев. И также они встречаются в окрестностях озера Галанчош. И ученые раньше ошибочно считали, что петроглифы появились в период с 11 по 16 века. Почему именно в этот период времени? Потому что именно в этот период времени шло активное строительство горских башен и склеповых построек в горной Чечне. Из-за этого они сделали такой вывод, что и петроглифы на этих башнях, как боевых, так и жилых башнях, они тоже появились в это время. Но последние исследования, они показали, что эти петроглифы возникли примерно в начале первого тысячелетия до нашей эры. Потому что они в это же время возникли и у других народов тоже. И эти петроглифы, они имеют определенное сходство с шумерским пиктографическим письмом. Как мы знаем, шумеры – это одна из самых древнейших цивилизаций на Земле. Итак, какие же петроглифы встречаются в Чечне? В настоящее время сохранились и дошли до нас из глубины веков, от наших предков. Во-первых, это различные солярные знаки. Это изображение различных небесных светил. Изображение Вселенной. С чем это связано? С чем связаны эти солярные знаки? И что они символизируют? Прежде всего, они были тесно и неразрывно связаны с культом Солнца, который был широко распространен среди войнахов. Также они были связаны с поклонением Деллу, единому и всемогущему богу, который управляет всем сущим. И также они были связаны с культом огня. И не случайно историки говорят о том, что во второй половине первого тысячелетия до н.э. различные нахские племена заключили военно-политический союз. И этот военно-политический союз назывался Малх, что в переводе с чеченского на русский означает Солнце. Также следующей разновидностью петроглифов Чечни, которые широко повсеместно распространены в горах Чечни, является Крест. Крест был распространен у различных древних народов. И Крест являлся у различных древних народов знаком Солнца. В древней войнахе они воспринимали его как символ воскресения, как символ бессмертия. И четыре луча креста они символизировали у различных древних народов. Четыре стороны света, также четыре времени года и четыре стихии всем известные. Это огонь, вода, воздух и земля. И вот, например, мы знаем, что в настоящее время кресты изображены на боевой башне Кошанбау у некрополя Цой-Педе. Также в других местах, например, в Милхисте, в Никарое. Ну, кстати говоря, кресты изображены не только на боевых башнях, но и на жилых башнях в горной Чечне. Например, известно, что они изображены на жилых башнях в ущельях Шара Аргуна и Аргуна. И где именно они на башнях изображаются? Изображаются они на арочных камнях дверных проемов. Это такая их примечательная особенность. И определенной разновидностью креста является свастика. И многие студенты спрашивают у меня, почему в горах Чечни так широко распространена свастика на башнях, на чеченских башнях. Вот хочу ответить на этот вопрос. Значит, загнутые концы свастики, они символизируют движение солнца по небосводу, также движение всего сущего в природе. И свастика у древних войнахов рассматривалась как символ вечной жизни, как символ бессмертия, как своего рода оберег, который оберегал жилища войнахов от всего плохого. И свастика, она делилась на три вида. Это прямоугольная свастика, это криволинейная и стилизованная свастика. Прямоугольная свастика, она присутствует в настоящее время на дверном проеме жилой башни в селении Химой. Значит, криволинейная свастика, она встречается на арочном камне жилой башни в селении Итумкали, также в селении Зенгали. и существует также стерилизованная свастика, которая встречается на других постройках. Но петроглифов в Чечне еще очень много, на этом мы с вами завершим.